Моё колье! Моё колье! Мои серьги! Что? Арестас! Арестас, милый, где ты? Нет, разумеется, нет. Я спрятила. Как мне может нравиться серебряная лилия? Ну, не знаю, может он привлекает тебя в такой человек, как фантазия, как герой кинофильма. Брось! Погоди, а чего он взял, что ты Валентина? Понятия не имею, но с каждым разом они всё ближе к истине. В тот раз в тюрьме Олимпия крикнула мне, что я толстуха. Тогда надо действовать быстро. Ненавижу эту семейку! Ненавижу! Нимфа, что с тобой? Опять эти вели на Эва? Что тебе сделали эти мерзавцы, Нимфа? Меня унизили. Они ужасно со мной обращались. Милая, как будто бедность это грех. Как будто это заразная болезнь или что-то в этом духе. Не надо, ты слишком хороша, чтобы переживать за них. И что, никто за тебя не вступился? Никто. Никто. Мне пришлось убежать оттуда. Всем было на меня наплевать. Меня ограбили. Украли колье, которое подарил Роман. Проклятие. Колье стоило целое состояние. Ты уверена, что украли? Может, плохо застегнуло, и оно упало? Нет, папа. Я почувствовала на шее руку вора. А у меня стянули бумажник. Катастрофа. Сначала сюда проникла наглая служанка, а потом нас обокрали. Арестас? Где Арестас? Он был рядом до того, как погас свет. Посмотрите на экран. Серебряная лилия. Вот кто нас ограбил. Этот негодяй снова нас обчистил. А это действительно серебряная лилия или какой-то мошенник? Одному человеку не управится за столь короткое время. У него должен быть сообщник. Кто-нибудь знает, где Арестас? Господи! А вдруг этот бандит снова похитил его? Ненавижу этих Вильюн Эва. Пусть у них волосы бы выпадают. Заодно с овшами. Эти люди заслуживают, чтобы на них небо свалилось. Прости меня, Господи. Нинфа, я знаю, каково тебе. Не забывай, я тоже от них матерпелась. Но это поможет тебе повзрослеть, стать крепче, сильнее. Я хочу научить их уважать людей. Хорошо. Послушай, ты прекрасная девушка. Милая, добрая. Тебе не нужна куча тряпок и побряковших, чтобы казаться лучше. Ты права. Наверное, сейчас они бесятся от злости из-за видео срядной. Что? Ты его поставила? Чудесно. Они заплатят за все. Постепенно за все заплатят. Представляю себе рожа Олимпии. Хоть они и хотят меня убрать. Ничего у них не выйдет. Почему ты так говоришь? Потому что... Потому что Франклин убежден, что наезд не был случайным. Кто-то пытался меня убить. И этот кто-то наверняка Олимпия. Милый. Дорогой, куда ты пропал, ничего не сказав? Я с менеджером клуба улаживал проблему со светом. А в чем дело? Этот вор, серебряная лилия, обчистил всех и даже поцарапал мне шею, когда снимал колье. Смотри. Видишь? Проклятый мерзавец. Это он. Я уверена, что это он. Здесь собрались люди, которых он ненавидит. Кого ты ищешь взглядом? Своего дружка-бандита? Думаю, нам лучше уйти. Праздник закончился. Пошли. Ну, нет. Не будем окончательно портить вечер. Я объявлю о помолвке Ариадны. Мамочка, не забудь включить наш с Романом фильм. Погоди, что еще за фильм? Дорогой, его смонтировали из наших видеозаписей и фотографий. Говорят, получилось здорово. Да, детка, конечно. В этом фильме ты, ты и твой милый женишок. Но там он вовсе не сладкий и нежный. А наоборот. Готовьтесь. Вы увидите настоящую сенсацию. Как это Нифа нет? Но ей же больше некуда идти. Она же должна быть с тобой на вечеринке в клубе. Что стряслось, Акили? Салена, это была катастрофа. Зря я настаивал, чтобы она туда пошла. Что с моей девочкой? Моя мать хотела силы выгнать ее. Потом Нимфу стали обзывать прислугой. Страшнее всего то, что я не смог этому помешать. Не казни себя. Ты любишь ее и хотел быть вместе. В этом нет ничего плохого. Ну, Елена, сейчас из-за меня ей плохо. Ты бы видела, как Нимфа выбежала оттуда. Когда убегала, то оставила на лестнице туфлю. Дай Бог, чтобы с ней ничего не случилось. Но я должен ее найти. Вот только не знаю, где искать. Где ты, Нимфа? Это безумие, папа. Мама не могла выбрать момент получше, чтобы объявить о помолке Ариадны и Романа. А мне кажется безумием, что твоя сестра хочет выйти за этого дегенерата. Дорогие друзья, я понимаю, что сейчас вы встревожены. Но я не хочу прощаться, не объявив, что моя дочь Ариадна через месяц выйдет замуж за молодого бизнесмена Романа Фонсетта. Клуб оказал нам любезность и снял прекрасные видео про Романа Ариадну, ведь они познакомились в его стенах. Итак, начинайте пока. Что ж, миссия выполнена. Это им за тебя, моя Валентина. И за тебя тоже, Нимфа. Котик, это же мы. Да, киска, но кажется, это не кадр из нашего детства. Мы тут не в прятки играем. Ариадна, а ну-ка объясни, что это такое? Я ждала тебя ночью, потому что боюсь спать одна. Ты не против переночевать со мной? Нет, 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 консуэлла, не наставь. Нет. Но почему? Иди сюда, иди сюда, присядь. Я кое-что тебе скажу. Давай я сделаю массаж, приласкаю, чтобы лучше спалось. Нет, консуэлла, завтра мне очень рано вставать, так что не наставь. Тогда позволь мне тебя облавать, угождать. Делать приятное. Послушай, консулета, ты не должна этого делать. Нет. Все, Франклин, все. Так, Франклин Каренью, я что неясно сказала? Мне не нужны шашни в пансионе. Да ладно, мама Гладиола, в чем дело? Что вы привязались к парню? Он уже взрослый, настоящий мужчина. Слушай, мама, я... Нет, нет, никаких мам, я сказала нет и точка. А у тебя, дорогуша, как видно, ни стыда, ни совести. Вот что я тебе скажу. Мама Гладиола, в чем проблема? Ведь любовь свободна. Проблема в том, что я не люблю тебя, консуэлла. Вот в чем. Какая мерзость, Ариадна. Ты что, не понимаешь, что ты человек-животный? Развратник. Выключите эту чушь. А вы убираетесь отсюда. Хватит пялиться на мою голую дочь. Как Ариадна могла это сделать? Я бы отдал все на свете, чтобы оказаться на месте этого Фонсекека. Зачем ты записал, как занимался любовью с моей сестрой? Успокойся, каянусь, я не знал об этой кассете. Ты занимался этим в комнате моей дочери? Ты оскорбил мой дом, Роман. А что такого, она сама меня позвала? Значит, моя дочь девка. Так ты могла заниматься такой гадостью. Ты шлюха. Конечно, я шлюха. Я же твоя дочь. Я всего лишь пошла по твоим стопам. Уверена, что у Лола нет записей, как ты с ним наставляла рога отцу. Заткнись, заткнись. Нет, милый. Ты не можешь так со мной поступить. Послушай, консуэлла. Мне жаль, что так вышло, но я должен это сделать. Так, консуэлла, ты красивая. Все, все, все. Ты слышала, консуэлла, что сказал мой сын? Он не любит тебя. Сдается мне, что ты сама ему навязываешься. Кума, объясни, что здесь происходит? А происходит то, что давно должно было случиться. Я ставлю консуэлла на место. Мама, это наше с консуэлла дело. Не надо выставлять все на показ. Успокойся. Да, дружище, ты попал. Послушай, что это за женщина, которая сама лезет в постель к мужчине? Нет, нет, минуточку. Вы не вправе меня осуждать, ясно? А тем более называть аморальной. Потому что в пансионе есть люди, которые творят вещи похуже. Вот, к примеру, эти двое. Да. Да, они влюблены, спят в одной постели. Вот они аморальные, а не я. Погоди, консуэлла. Не уходи от темы и не изворачивайся. Проблема в тебе, а не в нас. Послушай, юноша. И сделай одолжение, закрой рот. Грубиян, скотина, извращенец. Кажется, они попались. А следовало держаться хоть чуть-чуть скромнее. Господи, как мне противно. А вы чего молчите? Говорите, ребятки, вы же знаете, что это правда. А вы так ничего и не сделаете. Вы тоже будете молчать? Да, да, я скажу. Эти ребята уже взрослые и могут делать все, что им вздумается. Так что я в это дело не лезу. Я уважаю их отношения. Что? Я согласен, Соса. Если Уго и Йорди хотят быть счастливыми, хотят жить вместе, я не против. Что ты, конечно, я тебя знаю. Кто же не знает Хорхе Кампаса? Я прибежала, как только узнала, что ты здесь. То же самое я должен сказать и тебе, Чикел Иннесс. Я очень рад.